Тацуэ родился в семье Йоцуба, одном из сильнейших кланов магов в Японии. Его семья заботилась только о создании сильных магов, и для этого в то время как его мать, лидер клана, все еще была беременна. Она молилась со всем своим желанием, чтобы Тацуэ стал сверхчеловеческим магом. Его рождение было быстро отпраздновано, однако они узнали, что он не может использовать магию, и превратили его в изгоя, над которым издевались и которого все игнорировали. Независимо от того, сколько он плакал или кричал, никто не обращал на него внимания, ни его собственная мать, не человек, который желал его больше всего на свете. Чтобы скрыть, что от него отреклись, и сохранить хорошее общественное лицо, его мать назначила его телохранителем своей сестры. С тех пор Тацуэ больше никогда не плакал, не потому, что не хотел, а потому, что вся эта боль и страдания заставили его потерять все свои эмоции. Все трое прибывают на свою виллу, где их встречает Хонами, одна из семейных служанок. Все трое направляются внутрь, в то время как тяжелая работа по переноске багажа остается за Тацуэ. Миюки решает пойти прогуляться и просит разрешения у своей матери. Ее мать говорит ей взять Тацуэ с собой, чему Миюки не очень рада, но тем не менее соглашается. Миюки отправляется на прогулку, в то время как Тацуэ держится на почтительном расстоянии позади. Миюки внутренне возмущается тем, что Тацуэ является ее опекуном, когда он слабее ее, что делает это бессмысленным. Пока она внутренне сокрушается о своей ситуации, Тацуэ внезапно останавливает Миюки. Но мужчина, с которым она чуть не столкнулась, все еще намеренно врезается в нее. Трое солдат, не занятых на службе, принимают угрожающую позу, чтобы запугать братьев и сестер, но Тацуэ стоит перед Миюки. Он спокойно приказывает солдатам уйти, его голос и глаза намекают на то, что они не представляют угрозы. Тацуэ – это тот, кто опасен. Это приводит к антагонизму между ними троими, и ситуация быстро обостряется, когда солдат наносит удар, наполненный магией, который Тацуэ блокирует. Миюки не может поверить своим глазам, думая, что он использовал магию, чтобы блокировать удар. Но она знает, что он не может использовать магию. Тацуэ делает еще одно предупреждение, но солдат все равно атакует. Тацуэ легко парирует его ударом, который сбивает его с ног. Затем Тацуэ уводит Миюки прочь, пока мужчина лежит на полу. Когда они идут рука об руку, Миюки остается ошеломленной неожиданным проявлением боевого мастерства Тацуэ. Пара возвращается на виллу. Минами сразу же замечает, что Миюки напугана. Услышав подробности, Хинами делает комплимент Тацуэ, но тот отвергает это как свой долг, оставляя Миюки в замешательстве, так как она не понимает, что он имеет в виду. Мия делает ему комплимент за то, что он знает свое место. Мия нездорова, поэтому Миюки направляется на вечеринку, чтобы поприветствовать одного из лидеров ветви семьи вместо нее. Миюки не хочет идти туда, и Хинами дает ей советы, как скрывать свои чувства ради ее будущего публичного имиджа. Когда братья и сестры отправляются на вечеринку, Хинами оплакивает судьбу Тацуэ, когда у него нет причин быть телохранителем, если он не является искусственно усиленным магом. Как и она сама. Миюки приходит на вечеринку вместе с Тацуэ. Она официально приветствует Митсугу, лидера отделения, который затем ведет ее к ее двоюродным братьям, в то время как Тацуэ, сопровождающий ее, занимает свое место у стены. Но они быстро бросаются к Тацуэ, заметив его. Пока он разговаривает с детьми, Миюки замечает тонкую улыбку на лице Тацуэ. Она начинает чувствовать ревность, так как никогда не видела, чтобы он улыбался, несмотря на то, что он даже не заботится о нем. Митсугу быстро приходит на помощь Тацуэ от возбужденных детей, но на самом деле он просто пытается заставить детей избегать его. Миюки размышляет о внутренней ситуации в семье и о том, как они заставляют всех держаться на расстоянии от Тацуэ. Для них Тацуэ всего лишь телохранитель, бесполезный инструмент, который должен пожертвовать собой, чтобы защитить свою сестру. Из-за семьи она никогда не любила его как брата, и из-за его апатичного характера она думает, что он также никогда не любил ее, так как вынужден оставаться рядом с ней стороне вместо того, чтобы быть свободным. Тацуэ разрядил ситуацию, попросив разрешения патрулировать территорию. Видя решимость Тацуэ играть свою роль телохранителя, Миюки решает выполнить свой долг и представлять интересы своей матери. На следующий день члены семьи решают провести немного свободного времени на борту своей яхты, потому что они плавают за наличные, а не в океане. Все они фотографируются, и Хонами просит братьев и сестер сделать снимок. Но, конечно же, Тацуэ не может этого сделать, не спросив разрешения у своей матери. Она молча соглашается с этим, и Миюки неожиданно краснеет, улыбаясь. Тем не менее, когда они делают снимок, яхта уклоняется от атаки подводной лодки. Миюки и Хонами достают свой кэт-устройство, которое заставляет их творить магию, чтобы защитить яхту. Но когда она смотрит на Тацуэ, то замечает, что его руки пусты. Она думает про себя, насколько он бесполезен, он все еще считается магом, но у него даже нет никакого устройства. Внезапно они видят две тени торпед в воде и испытывают шок, так как ни одно из их магических заклинаний не может защитить их от этой атаки. Из ниоткуда Тацуэ просто указывает рукой на торпеды и использует заклинания, чтобы уничтожить их. Миюки не может поверить своим глазам. Она не понимает, что произошло. Она сбита с толку такого рода магии. У Тацуэ нет сапр, он не должен уметь использовать магию. Более того, он только что использовал продвинутый тип магии за секунду. С этого момента она начала чувствовать, как ее сердце начинает пульсировать в груди. Она думает о том, кто на самом деле является ее старшим братом и как она может стать ближе к нему. В тот же вечер Виллу посещает Казама, капитан с близлежащей военной базы, который делает заявление по поводу этого инцидента. Братья и сестры провожают его, когда он уходит, и там они видят солдата, которого Тацуэ сбил с ног несколько дней назад. Поняв, что Тацуэ это тот самый мальчик, с которым произошел инцидент, Казама заставляет солдата извиниться. Но Тацуэ смог заговорить и принять извинения только после того, как Миюки одобрительно кивнула головой. Когда его интерес достиг пика, Казама приглашает Тацуэ посетить базу своего подразделения. На следующий день мать Тацуэ планирует посетить мероприятие только для женщин и советует Тацуэ посетить базу, так как это может стать хорошей возможностью чему-то научиться. Миюки спрашивает, может ли она тоже пойти, говоря, что ей нужно понять уровень мастерства своего телохранителя. Их мать соглашается, но говорит им, что на публике они должны вести себя как братья и сестры. Упоминая, что Тацуэ должен использовать имя Миюки вместо того, чтобы называть ее мисс. На базе их встречает Санада, который ведет их туда, где войска тренируются использовать базовую магию без какого-либо устройства под бдительным муком Казамы. Тренировка переходит к боевым поединкам, и Казама приглашает Тацуэ присоединиться к ним. Тацуэ соглашается, и его первый противник – чемпион страны по боксу. Поединок начинается с того, что боксер наносит шквал ударов, но Тацуэ спокойно уклоняется и наносит один удар, заставляя своего противника упасть. В следующем идет черный пояс каратиста, и Казама говорит ему, чтобы он изо всех сил боролся с 13-летним подростком. Когда солдат атакует, Санада комментирует, как Тацуэ относится к бою так, как будто это был настоящий бой, сохраняя дистанцию на случай, если у солдата есть скрытое оружие. Поединок заканчивается тем, что Тацуэ парирует атаку и бросает солдата на пол. Понаблюдав за тем, как ребенок избивает нескольких взрослых солдат, Казама чувствует, что на карту поставлена их честь, и просит провести финальный поединок. Джозеф, парень, которого Тацуэ избил в первый день, вызвался добровольцем, заявив, что хотел бы получить шанс проявить себя. Казама подтверждает уровень мастерства Джозефа, и поэтому Тацуэ соглашается, хотя Миюки беспокоится по этому поводу. Матч начинается, но на этот раз солдату нужно сражаться с помощью магии. Миюки возражает, но Тацуэ ругает ее, указывая на то, что использование магии является обязательным условием для мага. Тацуэ использует свою ловкость, чтобы отойти на некоторое расстояние, и использует свою собственную магию, чтобы оглушить Джозефа и сбить его с ног. Матч заканчивается, когда Тацуэ использует разрушение Грама, чтобы оглушить Джозефа и сбить его с ног, оставив всех в шоке. Буквально то же самое чувство возникает, когда тебя атакует 13-летний игрок Фортнайт. Но что производит на них еще большее впечатление, так это то, что Тацуэ использовал магию под названием разрушение Грама. Заклинание С-ранга, которое уничтожает вражеские магические заклинания. Затем Казама приглашает братьев и сестер выпить чаю, чтобы обсудить технику, которую только что использовал Тацуэ. В то время как Санада приглашает его посмотреть на Кэт, над которыми он работает. Кэт вызывает у Тацуэ интерес. Несколько дней спустя Миюки замечает, что Тацуэ целыми днями и ночами работает над своими Кэт в своей комнате, не понимая, зачем он это делает. Внезапно раздается сигнал тревоги, когда по всему региону раздаются сирены воздушной тревоги. Затем раздается объявление о том, что патрульный катер подвергся нападению побережья и остров подвергся ракетному обстрелу. Затем диктор советует людям эвакуироваться. Затем прибывает Тацуэ, чтобы сообщить им, что Казама предложил им убежище на базе. В этот момент звонит телефон. Хонами сообщает Мии, что звонит ее сестра. Они обсуждают сложившуюся ситуацию, и ее сестра советует им укрыться на базе и снять ограничитель Тацуэ. Мия соглашается и говорит Тацуэ попросить Казаму о транспортировке. Прибыв на базу, Джозеф ведет их в комнату отдыха внутри, где они вместе с другой семьей ждут, пока убежище не будет готово. Мия и Хонами думают, что что-то не так, но все четверо ждут, пока не услышат выстрелы. Тацуэ пытается использовать свою магию, чтобы разведать местность, но комната защищена щитом. Так что он не может видеть, что происходит за пределами комнаты. Мия приказывает Тацуэ проверить, что происходит снаружи. Но он высказывает свое опасение, что что-то может случиться, пока его нет дома, и что Миюки этого не заметит. Его мать приходит в ярость, возмущенная тем, что он назвал свою сестру по имени, как будто он был ей ровней. Она сердито говорит ему, чтобы он не забывал, что он всего лишь телохранитель, и заставляет его извиниться. Чтобы убедиться, что он следует ее приказам, его мать использует магию, чтобы заставить его подчиниться. Снаружи Тацуэ видит перестрелку между персоналом базы и вражескими войсками, поддерживаемыми некоторыми предателями. Внутри солдат по имени Кензё прибывает в комнату с тремя коллегами и обещает гражданским, что выведет их из убежища. Хонами говорит ему, что один из них вышел, чтобы проверить ситуацию, и мать Тацуэ добавляет, что солдаты могут сначала забрать другую семью. Хонами думает, что мать Тацуэ впервые в жизни проявляет заботу о своем сыне, но мать просто говорит, что она «я не могу доверять этим парням». Прежде чем что-то еще может произойти, прибывает Джозеф и окликает Кензё, который открывает огонь без предупреждения. Хамани воздвигает барьер, чтобы защитить Мию и Миюки. Но один из предателей использует магическое заклинание, которое подавляет магию других, оставляя всех троих неспособными действовать. Джозеф и Кензё спорят о предательстве, и когда слова Джозефа задевают заживое, заклинание подавления ослабевает достаточно, чтобы Миюки могла действовать, убивая того, кто подавляет магию каждого человека. Однако это приводит Кензё в бешенство, и он убивает всех троих. Через несколько мгновений появляется Тацуэ, проделывает дыру в стене и использует сапр, над которым он работал, чтобы уничтожить всех четырех солдат-предателей. Увидев безжизненную Миюки истекающую кровью, Тацуэ бросается к ней и впадает в отчаяние. Он зовет ее по имени, положив руку ей на грудь, но она не отвечает, она мертва. Он отчаянно кричит, что не даст ей умереть, и произносит уникальное магическое заклинание. В своем подсознании Миюки сидит посреди холодного разрушенного города и слышит, как Тацуэ зовет ее по имени. Она думает, что ему грустно видеть, как она умирает, и он сожалеет о том, как она ужасно обращалась с ним с тех пор, как он родился. Она хотела бы, чтобы у нее была возможность извиниться, но сейчас уже слишком поздно, и она падает в обморок. Внезапно на нее накатывает волшебная волна и начинает исцелять ее, одновременно восстанавливая ее тело до того, как в нее стреляли. Она открывает глаза и понимает, что это магия Тацуэ, думая о том, насколько силен и прекрасен ее брат. Когда она полностью приходит в себя, Тацуэ сразу же обнимает ее с облегчением, она в безопасности. Она обнимает его в ответ, и когда он встает, чтобы спасти остальных, она не хочет, чтобы он уходил от нее. Но когда она смотрит на свою мать, то видит все дыры в ее теле. Она впервые искренне называет его братом, и он полностью исцеляет и оживляет ее ихонами. В то время как остальные приходят в себя, их мать все еще находится без сознания, что вынуждает врача базы проверить ее состояние. Казама приносит извинения Тацуэ за действия предателей. Но Тацуэ просит объяснений. Казама говорит, что целью была другая семья, и что семья Тацуэ была взята в качестве залога. Затем Казама объясняет, что враг контролирует воды вблизи острова, и что на береговой линии деревни находятся сухопутные войска. Понимая ситуацию, Тацуэ затем просит их укрыть его семью в самом безопасном месте и просит доспехи и снаряжения, чтобы он мог пойти на врага. Казама спрашивает, почему, и Тацуэ объясняет, что это месть за убийство его сестры. Казама заявляет, что он не допустит убийства мирных жителей и любого, кто сдастся в плен. Но Тацуэ с холодным взглядом в глазах уверяет, что он даже не даст врагу достаточно времени, чтобы сдаться. Казама соглашается, чтобы Тацуэ развернулся вместе с ними. Тацуэ уходит, но Миюки вцепляется в него, прося не уходить. Тацуэ заявляет, что должен это сделать, потому что они причиняют боль единственному, что для него важно. Миюки замечает странную формулировку, и Тацуэ говорит ей, что она уже достаточно взрослая и что их мать должна объяснить ей это. Затем он уверяет Миюки, что вернется, потому что благодаря его силе никто не сможет победить его. Вся семья наблюдает за тем, как Тацуэ и его воинское подразделение сражаются с захватчиками. Хонами утверждает, что эта битва – настоящий кошмар наяву, Тацуэ уничтожает вражеских солдат своей магией. Но что еще хуже, когда его товарищи погибают, он просто оживляет их. Затем Миюки просит свою мать объяснить, что сказал ее брат. Ее мать ругает ее за то, что она назвала его своим братом, но затем объясняет, что Тацуэ родился неполноценным магом. Для клана Тацуэ истинная магия заключается в изменении информации и получении результата, в данном случае конкретного заклинания. Но Тацуэ может уничтожать и восстанавливать информацию только на чудовищном уровне, который имеет несколько блокировок, чтобы помешать ему отомстить и уничтожить семью. Но его мозг все еще не может изменить магическую информацию. Их мать провела над ним несколько экспериментов, чтобы изменить его мозг с помощью магии и заставить его изменить магическую информацию, в результате чего он потерял все свои эмоции. За исключением одной – его братской любви к Миюке. Но так как все эксперименты провалились, их мать решила использовать его слабую силу и сильную связь с Миюке и заставила его стать ее телохранителем. Услышав это, Миюке расстраивается, заставляя ее плакать. Затем она снова поворачивается к экрану и размышляет, как она может когда-нибудь отплатить Тацуэ за все, что он сделал для нее. И ее. Когда битва подходит к концу, шесть кораблей отделяются от вражеского флота и убегают прочь. Солдаты хотят помешать им бежать, но командир базы приказывает солдатам отступить. Они на самом деле не понимают, что происходит, потому что только Санада, Казама и Тацуэ остаются позади. Он держит в руках огромный снайперский сапр, который он сам разработал. Заметив этот сапр, Хонами просит разрешения развернуть его и поддержать Тацуэ. Мать соглашается, кажется, она знает, что он задумал. Хонами прибывает и активирует свои щиты, сосредоточившись на защите от приближающейся бомбардировки, чтобы Тацуэ мог сосредоточиться на атаке. Это дает Тацуэ необходимое время, позволяя ему активировать свое магическое заклинание. Материальный взрыв, уничтожающий флот и создающий огромное цунами, пока они отступают. Как только они достигают безопасного места, Тацуэ наблюдает, как умирает Хонами, потому что она исчерпала всю свою магическую силу, чтобы защитить его. Однако она показывает, что довольна тем, что выбрала время, когда она выполнила свой последний долг, который позволил ей умереть как личности, а не как искусственному инструменту. Есть кое-что, чему Тацуэ должен научиться. И с этими последними словами она закрыла глаза. Прошло три года с момента печально известного инцидента вакивания, который принес Тацуэ устрашающий титул бога разрушения. После чего Тацуэ решил продолжить свое образование в первой средней школе магии, филиале Национального университета магии. Он был принят на второй курс, его теоретические знания были достойны похвалы, но практические навыки оставляли желать лучшего. Миюки, его сестра, была возмущена таким рейтингом и поначалу отказалась выступить с речью на церемонии поступления. Однако Тацуэ смог убедить ее продолжить. Находясь в школе, Тацуэ столкнулся с президентом студенческого совета Майюми. В этом учебном заведении существовал уникальный способ классификации студентов. Студентов первого курса называли цветочками. В то время как студентов второго курса пренебрежительно называли сорняками из-за их более низких баллов на вступительных экзаменах. Во время церемонии Тацуэ подружился с Мизуки и Эрикой и другими сорняками. Мизуки предположил, что Тацуэ и Миюки могут быть близнецами из-за их схожих магических аур. Заметив ее проницательную наблюдательность, Тацуэ решил быть осторожным с Мизуки, чтобы не раскрыть свои истинные способности. На следующий день Тацуэ занимался своим обучением ниндзюцу. Одновременно с этим его учитель игриво подразнивал Миюки. Тацуэ сразился со своим учителем в спарринге, но в итоге проиграл, так как его учителю пришлось использовать магию, чтобы выровнять игровое поле. Позже в школе пути Тацуэ пересеклись с Лео, который заинтересовался магической специализацией Тацуэ. Тацуэ показал свою слабость в практических навыках и выразил желание стать инженером. За обедом Миюки выразила желание поужинать со своим братом. Однако некоторые ученики цветущих быстро указали на социальные границы. Цветущие не должны ассоциироваться с сорняками. После их занятий между цветущими и сорняками возник спорный диалог, переросший в стычку. Появление Маюми предотвратило то, что ситуация вышла из-под контроля. Вся группа была на грани того, чтобы столкнуться с дисциплинарным взысканием со стороны студенческого совета, но Тацуэ сумел разрядить ситуацию. Когда его спросили о девушке, произносящей заклинания, Тацуэ определил это как легкую магию. Затем он удивил всех, показав свою способность расшифровывать магические последовательности активации во время их выполнения. Это считалось невозможным, поскольку для произнесения заклинания требовалась быстрая последовательность из 30 тысяч символов в течение доли секунды. Миюки выражает свое сожаление по поводу случившегося, и Маюми, проявив понимание, прощает их, но также предостерегает от повторения этого проступка. Ханака и Шизуку, две студентки первого курса, выражают свою благодарность Тацуэ за то, что он пришел им на помощь. Поскольку Тацуэ и Миюки планируют отправиться домой, Ханака просит их сопровождать их. Во время своего путешествия они обнаруживают, что Тацуэ обладает уникальной способностью изменять Кэт, которая приводит их всех в благоговейный трепет. На следующий день Маюми приглашает Тацуэ и его сестру на ланч со студенческим советом. Они просят Миюки стать секретарем совета, на что она соглашается, но при одном условии, чтобы в их число также входил ее брат Тацуэ. Мари, член совета, объясняет, что традиционно только студенты первого курса могут быть членами студенческого совета. Но она предлагает альтернативу, чтобы Тацуэ вместо этого присоединился к дисциплинарному комитету. Тацуэ делится этой новостью со своими друзьями, и Эрика предупреждает его о потенциальных опасностях вступления в комитет член клуба, особенно с учетом того, что он считается сорняком. Позже Тацуэ встречает Хатари, еще одного студента, который выражает свое недовольство Мари по поводу идеи сорняка быть частью комитет. Этот комментарий раздражает Мари, которая затем подробно рассказывает об уникальной способности Тацуэ читать последовательности активации. Невероятно, но Хатари отвергает это как невозможное. Мари продолжает спорить, полагая, что членство Тацуэ может помочь уменьшить дискриминацию, с которой сталкиваются студенты второго курса. Однако Хатари остается упрямой, отказываясь принять Тацуэ в качестве члена комитета. Миюки пытается защитить своего брата, но ее усилия наталкиваются на оскорбление со стороны Хатари, который называет ее близорукой. Спровоцированный оскорблением в адрес своей сестры, Тацуэ вызывает Хатари на дуэль. Хатари, недооценивая Тацуэ, полагает, что победить его будет несложно. Однако, к его удивлению, Тацуэ выходит победителем в поединке в мгновение ока. Когда его спрашивают о его удивительной победе, Тацуэ признается Мари, что он использовал свой опыт в ниндзюцу, чтобы победить Хатари. Он использовал свою физическую силу и ловкость, чтобы быстро занять позицию позади Хатари, где он произнес свое заклинание. Тацуэ рассказывает, что он манипулировал различными расчетами для каждой магической волны, заставляя их сходиться в одном месте. В результате чего Хатари чувствовал себя дезориентированным и в конечном итоге потерял сознание. Во время этого откровения Азуса обнаруживает, что гипсовое устройство Тацуэ было создано легендарным магическим дизайнером Таурусом Сильвером, который произвел революцию в мире магии. Магия с созданием системы циклического заклинания ускорила эволюцию магии на десятилетия. Как только Хатари приходит в сознание, он понимает, что школьная оценка магии на самом деле не отражает набор навыков Тацуэ, что заставляет его извиниться перед Миюки. Затем Мари сопровождает Тацуэ в их штаб-квартиру, где он указывает на потенциальные подводные камни в ее плане по искоренению дискриминации среди учеников. В ответ Мари сообщает Тацуэ, что Шун Морисаки, студент, который ранее напал на него, собирается присоединиться к ним в совете. Тацуэ знакомится с остальными членами комитета, которые поначалу сомневаются в нем, но в конечном итоге застают врасплох, когда узнают о его легкой победе над Хатари. Позже той же ночью Миюки просит Тацуэ доработать ее сапр, чтобы увеличить скорость произнесения заклинаний. Тацуэ вместе с Шу, надоедливым парнем с первого дня, назначены на патрульную службу с разрешением использовать свои кэт, если того потребует ситуация. Несмотря на то, что они являются старшими моделями, Тацуэ решает использовать для этой задачи двух кэт-комитета. Находясь на дежурстве, Тацуэ сталкивается с конфликтом между клубами Кенда и Кензюцу, которые ссорятся из-за использования демонстрационного пространства. При опасном повороте событий Кирихара, национальный чемпион по Кензюцу применяет смертельную магию против Саики, члена клуба противников. Тацуэ вмешивается без колебаний, прекращая конфронтацию и задерживая Кирихару. В отместку весь клуб Кензюцу пытается напасть на Тацуэ за задержание Кирихары, но Тацуэ умело уклоняется от их атак, нейтрализуя ситуацию без особых усилий. Тацуэ рассказывает Марии Дюмандзи, руководителю всех школьных клубов, о своей встрече с Кирихарой. Они хвалят его за исключительное умение справиться с ситуацией. Во время ужина со своей сестрой и друзьями, Тацуэ рассказывает, что он непреднамеренно разработал новую технику, получившую название «специфическое магическое подавление». Он использовал этот инновационный метод, чтобы нейтрализовать магию Кирихары, одновременно управляя двумя кэт и вводя разные переменные в каждой из них, чтобы нейтрализовать магию. Однако Тацуэ просит, чтобы они держали это откровение в секрете, так как это недорогое решение потенциально может дестабилизировать всю структуру магии, так как это экономичная альтернатива обычно дорогостоящему инструменту. На следующий день Тацуэ получает срочный звонок о начале драки и спешит вмешаться. Но он попадает в засаду, устроенную неизвестным нападавшим. Ему удается отразить нападение, и нападавший скрывается с места происшествия. Мибу выражает желание поговорить с Тацуэ, что вызывает у Миюки подозрение, что Мибу может быть заинтересована в свидании с ним. Мибу предлагает Тацуэ вступить в клуб Кёнда, но Тацуэ настаивает на том, чтобы узнать ее мотивы, стоящие за этим приглашением. Мибу раскрывает свою цель – создать организацию, состоящую из людей, не способных использовать магию, с намерением бороться с дискриминацией. Тацуэ по-прежнему настроен скептически и расспрашивает ее о ее планах после достижения этой цели. Тацуэ разделяет намерение Мибу с дисциплинарным комитетом, и они подозревают, что она может подвергаться какой-то форме манипуляций. Тацуэ предполагает, что за этим может стоять Бланш, известная антимагическая группа, и сообщает комитету, что он намерен дождаться ответа Мибу, прежде чем принимать решение. Мибу беседует с Киноэ, капитаном клуба Кенда, который убеждает ее завербовать Тацуэ, подчеркивая важность о его способностях. Позже тем же вечером Тацуэ обсуждает Бланш с Миюки, описывая их как террористическую группу. Он выдвигает гипотезу, что он мог бы быть частью такой группы, если бы не обладал уникальными способностями. Далее он уточняет, что цель Бланш состоит в том, чтобы ослабить мощь страны, что неизбежно приведет к столкновению с десятью главными кланами, особенно с их собственным кланом Йоцуба. Тацуэ посвящает себя отачиванию своих практических магических навыков. Мизуки, заинтригованной его замечательной скоростью обработки информации, несмотря на его низкие практические навыки, задается вопросом, как ему это удается. Тацуэ рассказывает, что он сосредоточил свои исследования на производстве энергии с помощью магии, что вызывает интерес к Мизуки и вдохновляет ее ставить свои собственные цели. Когда Тацуэ встречается с Мибу, чтобы услышать ее решение, он находит ее ответ неудовлетворительным и, следовательно, отклоняет ее приглашение. В результате группа студентов второго курса под названием «Альянс сочувствующих», возглавляемая Мибу, захватывает комнату вещания в знак протеста против продолжающейся дискриминации. Мари хочет урегулировать ситуацию силой, в то время как Дзюмандзи выступает за более мирное решение проблемы. Тацуэ связывается с Мибу и заверяет ее, что они открыты для дискуссий и гарантируют ее безопасность. Как только группа выходит из комнаты вещания, комитет задерживает их. Однако Майюми вмешивается и освобождает их, выражая желание провести переговоры с Мибу. К сожалению, переговоры зашли в тупик, поскольку они не могут определить необходимые изменения для искоренения дискриминации. Затем Майюми предлагает провести публичные дебаты, полагая, что в процессе принятия решений должны участвовать более широкие круги студентов. Тем временем Тацуэ натыкается на Мизуки, беседующую с Киноэ, которая кажется чрезмерно напористой по отношению к ней. Их учитель рассказывает им краткую историю Киноэ, рассказывая, что брат Киноэ возглавляет японское отделение Бленч. На следующий день происходят ожидаемые дебаты, и Майюми успешно побеждает студентов, фактически положив конец протесту. Однако в разгар торжеств школа внезапно становится объектом террористической атаки. Школа успешно предотвратила террористический акт, но вскоре понимает, что это был всего лишь отвлекающий маневр. Истинным намерением нападавших было украсть конфиденциальную информацию из магического университета, которая хранилась в школьной библиотеке. Тацуэ сумел противостоять злоумышленникам в библиотеке, задержав Мибу, которая была побеждена Эрикой. После захвата Киноэ они применили к нему сыворотку правды, чтобы раскрыть местонахождение базы Бланш. Впоследствии они навестили Мибу в больнице, где она призналась, что чувствовала себя дискриминированной из-за Мари. Она вспоминает случаи, когда она просила Мари тренироваться вместе с ней, но Мари отказалась, так как способности Мибу намного превосходили ее собственные. Однако Мибу неверно истолковала слова Мари, ошибочно предположив, что Мари намекнула, что Мибу не сравнится с ней. Тацуэ утешает ее и принимает решение уничтожить оставшихся членов Бланш в одиночку. Мибу думает, что он делает это ради нее, но он показывает, что не позволит опасным людям находиться рядом с его сестрой. Его друзья и сестра настаивают на том, чтобы помочь ему. После того, как они выяснили местонахождение убежища Бланш, они готовятся нанести удар по ним. Кирихара, у которого есть чувство к Мибу, тоже решает присоединиться к операции. Добравшись до убежища, они разрабатывают стратегию своих действий. Тацуэ и Миюки сталкиваются с несколькими членами Бланш, в том числе с братом Киноэ, Хадзиме, который приглашает их присоединиться к его делу. Хадзиме пытается загипнотизировать Тацуэ с помощью магии, но Тацуэ сопротивляется этому, понимая, что тот же метод был использован и против Мибу. Когда Хадзиме убегает, Тацуэ преследует его, оставляя Миюки разбираться с оставшимися членами Бланш. Она выходит победительницей, замораживая всех своих противников почти до смерти. Даже когда используется заклинание глушения, Тацуэ остается невозмутимым, эффективно справляясь с членами Бланш. Когда Хадзиме пытается убежать, Кирихара вмешивается и отрубает ему руку, фактически прекращая его бег. Позже, когда Тацуэ навещает Мибу в больнице, он сообщает ей, что ни ей ни кино и не грозит судебное преследование, так как было установлено, что они находились под влиянием контроля сознания. Отец Мибу выражает свою благодарность Тацуэ за спасение его дочери и признает, что ему известно о тайных военных связях Тацуэ, но он клянется держать это в секрете. По дороге домой Миюки упоминает, что Тацуэ не обязательно посещать среднюю школу только ради нее. Однако он успокаивает ее, утверждая, что доволен своей нынешней жизнью. Возвращаясь к тренировочному режиму со своим сенсеем в рамках подготовки к предстоящему соревнованию девяти школ, проходящему на Фудзи. Тацуэ и Миюки встречаются с Харукой, школьным консультантом, который раскрывает свою личность как полицейского следователя. Тацуэ обещает соблюдать осторожность при условии, что она сообщит ему о любых потенциальных террористических угрозах, маячащих на горизонте. Во время разговора за обедом Тацуэ пригласили присоединиться к техническому персоналу, поддерживающему школьную команду на соревнованиях. Поначалу он не решается согласиться из-за своего статуса травки, но его уговаривают, когда Миюки просит его поддерживать ее конкурентоспособный Кэт. Обсуждение переходит к провальной исследовательской работе по магии полета, и Маюми интересуется точкой зрения Тацуэ по этому вопросу. Он удивляет всех, когда утверждает, что неудача в создании магии полета произошла из-за недостаточного понимания заклинаний, которые они использовали. Впоследствии Тацуэ был официально назначен техническим персоналом соревнований. Некоторые цветочки недовольны этим решением, что привело к тому, что Тацуэ должен пройти тест. После того, как он продемонстрировал свои навыки адепта, вручную скопировав уникальные спецификации Сапар Кирихары на конкурсную модель, он был принят в команду. Позже, тем же вечером, Тацуэ получает звонок от военного майора Казамы, который советует ему оставаться на чеку во время соревнований из-за присутствия неглавный дракон. Печально известный международный преступный синдикат. Совершив экстраординарный подвиг, Тацуэ успешно разработал новый Сапар, способный использовать магию полета, задача которой ранее считалась невыполнимой. Он просит Миюки протестировать новаторское устройство и предлагает им отправиться в компанию своей семьи для более широкого тестирования. В свой выходной день Тацуэ и Миюки решают навестить директора своей семейной компании. Тацуэ представляет прототип летающего Сапар. Тацуэ и директор – настоящие люди, стоящие за легендарным Торос Сильвер. Директор Торос специализируется на аппаратном обеспечении, в то время как Тацуэ, известный как Сильвер, является мастером разработки программного обеспечения. Для внешнего мира Таурус Сильвер – неизвестный человек, но, по правде говоря, это результат их совместных усилий. Они успешно протестировали летающий Сапар, но обнаружили, что он значительно истощает энергию пользователя. Поэтому они обсуждают потенциальные усовершенствования, которые сделают магию более доступной и удобной для широкой публики. Выходя из компании, они неожиданно сталкиваются со своим отцом и дядей Аоки. Аоки упоминает, что Миюки станет следующей главой клана. В отличие от этого Тацуэ, несмотря на то, что он старший, низведен до статуса простого телохранителя в семье. Когда Аоки оскорбляет Тацуэ, он в ответ заявляет, что принижение его достоинства приравнивается к оскорблению его тети и матери. Его отец говорит Тацуэ, чтобы он не питал ненависти к своей матери. Однако Тацуэ признает, что он не может питать такие чувства, так как он лишен эмоций. Вернувшись в школу, представители предстоящего конкурса представляются друг другу перед их отъездом. Затем они садятся в автобус, направляющийся на Фудзи. Неожиданно автомобиль врезается в бетонное ограждение и съезжает на дорогу перед их автобусом. Во время кризиса Миюки и Дюмандзи используют свои навыки, чтобы защитить студентов в автобусе. Миюки использует свою магию, чтобы потушить пожар, в то время как Дюмандзи возводит магическую стену, чтобы остановить скользящий автомобиль. Тем не менее, только Миюки понимает, что ее брат Тацуэ также сыграл важную роль в спасении, незаметно сняв защитные заклинания с автомобиля. Добравшись до Фудзи, Хатари начинает сомневаться в своих способностях, особенно после того, как Миюки оказалась более эффективной, чем он, во время инцидента с автомобилем. Однако Кирихара предлагает ему успокоиться, раскрывая свою веру в то, что Тацуэ, скорее всего, сталкивался со смертью в прошлом, и что его братья и сестры далеки от обычных людей. В разговоре с Миюки Тацуэ высказывает свое подозрение, что автомобильная авария на самом деле была преднамеренным нападением совершенным водителем. После подготовки к соревнованиям ученики приглашаются на званный ужин, посвященный соревнованиям девяти школ. На мероприятии присутствует директор магической ассоциации Кудо, который решает проверить способности учеников, применив слабую, но широко распространенную магию. Он несколько разочарован, когда только пятерым ученикам, включая Тацуэ, удается ее обнаружить. Затем Кудо произносит речь, посвященную будущему этих волшебников. Тем временем Микихико, присутствующий на мероприятии в качестве зрителя, замечает присутствие незваных гостей и пытается противостоять им. Несмотря на его смелые усилия справиться с тремя незваными гостями, он оказывается в опасности, и Тацуэ спасает его от огнестрельного ранения. Микихико поражен точностью действий Тацуэ во время вторжения. Он чувствует себя подавленным с тех пор, как чуть не был ранен и его пришлось спасать Тацуэ. Однако Тацуэ подбадривает его, напоминая Микихико о его потенциале и возможностях. Тацуэ говорит, что ему известно о беспокойстве Микихико по поводу скорости его произнесения заклинаний. Объясняя, что медленная скорость является следствием попыток Микихико скрыть свои заклинания. Несмотря на протесты Микихико, Тацуэ советует ему предупредить службу безопасности, чтобы злоумышленники могли быть задержаны. Соревнование стартует на следующий день и правила будут четко изложены. Оно рассчитано на 10 дней и разделено на две части, одну для первокурсников, а другую для более опытных участников. Первая старшая школа стремится одержать свою третью победу подряд, а Мария держала легкую победу в первом раунде. Тацуэ вызывают на встречу с военными капитанами и майором, где его предупреждают, чтобы он был на чеку из-за возможности дальнейших атак со стороны организации «Дракон без головы». Майюми одерживает победу в соревнованиях по скоростной стрельбе, набрав отличный результат. Это достижение выводит их школу на первое место в таблице лидеров после первого дня соревнований. Однако некоторые конкурсанты из их школы выступают не на должном уровне. Школа просит Тацуэ заняться технической поддержкой некоторых участников в его выходной день, и он соглашается на эту задачу по просьбе Миюки. Позже он предлагает сопровождать Миюки в ее комнату, но она настаивает на том, что ему это не нужно. Зная, что он занимается разработкой нового интегрированного сапр для вооружения. Тацуэ, однако, преуменьшает значение этого, называя его просто игрушкой для проверки новой теории. На следующий день Тацуэ помогает Майюми в ее подготовке к матчу, намереваясь после этого проверить других участников. Однако один из его старших учеников советует ему сосредоточиться исключительно на Майюми, предлагая присмотреть за другими участниками вместо него. После того, как Майюми одерживает легкую победу, Тацуэ наблюдает за матчами других участниц. К концу второго дня их школа остается лидером, во многом благодаря череде побед участниц. С другой стороны, конкурсанты мужчины значительно отстают в результатах. Для того, чтобы школа одержала победу в общем зачете, она должна одержать победы по крайней мере в четырех из оставшихся шести официальных матчей. Вернувшись в свою комнату, Тацуэ обнаруживает, что новый сапр, над которым он работал, был завершен и доставлен. Когда его друзья навещают его в его комнате, он видит в этом отличную возможность для Лео протестировать новый сапр. Недавно разработанный сапр имеет форму меча, который обладает уникальной особенностью, он может отделяться, а затем снова соединяться. Когда Лео тестирует его на нескольких учебных манекенах, эксперимент оказывается успешным. На следующий день Мари должна принять участие в полуфинале турнира «Боевая доска». Она начинает соревнования на высокой ноте, но события быстро принимают неправильный оборот. Вместо того, чтобы замедляться во время поворота, ее соперница ускоряется. Как раз в тот момент, когда два участника вот-вот столкнутся друг с другом, Мари необъяснимым образом теряет равновесие. В результате несчастного случая она получает травму и не сможет восстановиться до окончания соревнований. И Майюми и Тацуэ подозревают, что кто-то вмешался в этот инцидент и начинают расследовать его. К ним присоединяются Мизуки и Мики. Тацуэ предполагает, что преступник мог либо спрятаться под водой, чтобы нарушить равновесие Мари, либо использовать магию духов. Однако, учитывая строгие меры безопасности, они исключают первую версию. Мики подтверждает, что можно использовать магию духа за несколько часов или даже дней, если география местности хорошо известна, но сила заклинания будет значительно снижена. Последняя возможность, которую они рассматривают, заключается в том, что компьютер другого участника инцидента был поделан. Травма Мари и последующее снятие соревнований поставили школу в критическое положение. Чтобы обеспечить себе победу в соревнованиях, им теперь нужно одержать победу в соревнованиях «Летучая мышь Мираж» и «Кот Монолита». Но они столкнулись с дилеммой, так как не организовали резервную копию для Мари, которая должна была участвовать в старшем соревновании «Летучая мышь Мираж». Не имея других альтернатив, они решили позволить Миюке заменить Мари на конкурсе, а Тацуэ будет ее инженером. Тем временем Тацуэ посвящает всю свою энергию разработке стратегии и оказанию технической поддержки другим своим конкурентам. Его преданность делу настолько велика, что он даже начинает изобретать новые магические заклинания, чтобы гарантировать им победу. Первая средняя школа сохраняет свои лидирующие позиции в соревновании, во многом благодаря техническому опыту и стратегическому планированию Тацуэ. Однако Тацуэ решил не приписывать себе заслугу за магическое заклинание, которое он разработал, в попытке избежать привлечения внимания своей семьи. Миюке спрашивает Тацуэ о его отказе принять признание за новую магию, которую он создал. В ответ Тацуэ говорит, что он уважает пожелания своей тети, так как не хочет, чтобы магический университет узнал о его истинной личности как Сильвера. Далее он признается Миюке, что в данный момент он не в состоянии свергнуть свою тетю. Хотя он уверен в том, что победит ее в прямом противостоянии, он знает, что остальные члены семьи не примут его в качестве своего лидера. В ответ на это Миюке подтверждает свою непоколебимую поддержку ему, обещая всегда быть на его стороне. После выздоровления из больницы Мари решает болеть за Миюке и Тацуэ. Миюке с легкостью проходит раунд соревнований по преодолению столбов, используя усовершенствованное заклинание Инферно. Все участники, которых поддерживает Тацуэ, в конечном итоге выигрывают свои соответствующие соревнования, чем заслужили его широкую похвалу за его выдающиеся инженерные навыки. Однако эти похвалы вызывают у Морисаки негодование. Он обещает продемонстрировать, что цветы превосходят сорняки. Направляясь вместе с Миюке на мероприятие, Тацуэ пересекается с Масаки и Джорджем из третьей средней школы. Джордж признает Тацуэ самым одаренным инженером, когда-либо участвовавшим в этом конкурсе. Тем временем Масаки выражает свое желание посоревноваться с Тацуэ, но так как Тацуэ всего лишь играет роль инженера, Масаки намерен превзойти соперников под руководством Тацуэ. Маюми сообщает трем девочкам, которых наставляет Тацуэ, что им не нужно сражаться друг с другом в соревновании по разрыву столбов. Они все могут разделить пьедестал почета. Однако Шизуку очень хочет бросить вызов Миюке, и Миюке принимает это предложение. К сожалению, Шизуку полностью проигрывает в противостоянии и в конце концов заливается слезами, признавая, что ее способности ничтожны по сравнению с способностями Миюки. Возвращаясь в свою комнату, Тацуэ размышляет о впечатляющих достижениях Масаки и Джорджа, один из них был опытным ветераном боевых действий, а другой – Вундеркиндом, который доказал существование кардинальных кодов, концепция которой ранее была теоретической. Он предполагает, что Марисаки, скорее всего, проиграет таким грозным противникам, учитывая, что по силе Масаки превосходит любого первокурсника в его школе. На следующий день Тацуэ узнает, что Марисаки и его команда попали в засаду с запрещенным заклинанием, что привело к травмам и лишило их возможности участвовать в соревнованиях. Возможно, первой старшей школе придется отказаться от участия в матче, но Маюми говорит, что Дзюманзи ведет переговоры с организаторами соревнований. Она подозревает, что кто-то пытается нанести ущерб их школе. Тацуэ рассказывает о своей встрече с членами Безголового Дракона, которых он одолел несколькими днями ранее. Несмотря на то, что Ферст Хай одерживает победу в другом соревновании первокурсников Мираж Бет, они не могут обеспечить себе общую победу, если не примут участие в соревновании Код Монолита. Во время этого мероприятия Азуса подслушивает разговоры, предполагающие, что подопечные Тацуэ используют удивительно точные и эффективные заклинания активации магии, чего может достичь только Таурус Сильвер. Соединяя точки между новыми магическими заклинаниями и всеми его подопечными, она приходит к пониманию истинной личности Тацуэ. После этого события в первой старшей школе назначено собрание. Там Майюми предлагает, чтобы Тацуэ сам принял участие в этом мероприятии. Несмотря на первоначальный отказ, Дзюмандзи уговаривает Тацуэ согласиться. Его просят выбрать двух его товарищей по команде, и он выбирает Мики и Лео, так как он знаком с их способностями и наблюдал за их тренировками из первых рук. Лео и Мики охотно соглашаются. Соглашаются принять участие в мероприятии, и Тацуэ берет на себя ответственность объяснить им правила. Он разрабатывает хитроумную стратегию, проинструктировав Лео использовать его недавно приобретенный встроенный в оружии сапр, который можно отсоединить и снова прикрепить. Это очень умный ход, учитывая, что соревнование запрещает прямые физические атаки. Когда мероприятие стартует и команды начинают вступать в бой, использование Тацуэ грамм с носа, очень мощного контрмагического средства, застает всех врасплох. Несмотря на это, им удается одержать победу над четвертой средней школой, даже несмотря на то, что Джордж тщательно изучает тактику Тацуэ. Джордж приходит к выводу, что хотя боевые навыки Тацуэ находятся на высшем уровне, его магических способностей несколько не хватает, за исключением его заклинания «Разрушение грамм». Убежденный в этом, Джордж считает их победу предрешенной. Первая средняя школа также сумела одолеть вторую среднюю школу. Когда Тацуэ наблюдает за столкновением третьей средней школы с восьмой средней школой, он догадывается, что они хотят прямого столкновения. После победы первой средней школы над девятой, они готовятся к встрече с командой Масаки и Джорджа. Учитывая местность на поле боя и очевидное отсутствие у Тацуэ каких-либо других специальных заклинаний, кроме «Разрушения грамма», они предполагают, что у Тацуэ нет шансов на победу. Тацуэ вручает Лео и Микки каждому по мантии. Это не обычные мантии, они специально разработаны с вплетенными в ткань магическими кругами, предназначенными для облегчения произнесения магических заклинаний. Тацуэ раскрывает, что единственное слабое место заклинания Джорджа заключается в его неспособности начать атаку, если его противник не находится в пределах его прямой видимости. Хотя обстановка боя не особенно подходит для режима боя Тацуэ, он разрабатывает стратегический план, который использует фиксацию Масаки на нем, чтобы изменить шансы в пользу первой средней школы. В то время как Тацуэ признает, что победить Масаки и Джорджа будет непросто, Миюки утверждает, что поражение – это не вариант для него. Масаки и Джордж замечают мантию, но отмахиваются от нее, как от незначительного препятствия. Они по-прежнему непоколебимы в своей уверенности в скорой победе. Заинтригованный Тацуэ и Кудо, глава «Десяти магических семей», решает стать свидетелем противостояния между первой и третьей школами. Битва начинается с того, что Масаки и Тацуэ сражаются друг с другом. Тем временем Джордж делает вывод, что Тацуэ изменил свои заклинания всего за два часа. Джордж пытается присоединиться к драке, но Микки мешает ему продвинуться вперед. Масаки отвлекает его внимание, чтобы помочь Джорджу, предоставляя Тацуэ критическую возможность приблизиться к нему. Испуганный близостью Тацуэ, Масаки в панике обрушивает на Тацуэ смертельную атаку, тем самым нарушая правила. Тацуэ использует свои первоклассные навыки, чтобы разрушить магические круги, созданные Масаки, но не может нейтрализовать два круга. В результате произошел мощный взрыв, в результате которого Тацуэ получил множественные травмы, переломы костей и внутреннее кровотечение. В результате чего Тацуэ прибегает к использованию своего скрытого магического навыка восстановления роста. Эта уникальная магия дает ему возможность вернуть свое физическое состояние к тому, каким оно было 24 часа назад. Внезапно помолодев, Тацуэ быстро встает и щелкает пальцами, наполненными магией, убивая Масаки. Сбитая с толку Майюми остается недоумевать, как Тацуэ удалось пережить такую разрушительную атаку. Дзюмандзи напоминает ей о мастерстве Тацуэ в древних боевых искусствах и техниках укрепления тела. Майор замечает, что Тацуэ также использовал технику мгновенного броска, метод которой позволяет пользователю вспомнить последовательность активации по памяти. Тем самым сводя на нет любое время активации его магии. Даже когда Тацуэ борется с последствиями нападения Масаки, Микки одерживает победу над Джорджем. Лео также умудряется победить третьего ученика третьей средней школы, тем самым обеспечив себе победу в первой средней школе в этом соревновании. Первая средняя школа находится всего в одной победе от победы в общем зачете, но группа безголовых драконов впадает во все большее отчаяние. Они принимают опасные решения прибегнуть к насилию, мало заботясь о потенциальных жертвах, лишь бы остановить конкуренцию. Тацуэ подозревает, что группа безголовых драконов нанесет новый удар и полон решимости обеспечить безопасность Миюки. Когда стартует мероприятие «Мираж летучих мышей» для первокурсников, Мизуки использует свои уникальные визуальные способности, чтобы внимательно следить за любыми необычными действиями. Во время мероприятия представительница первой средней школы Хиракава внезапно обнаруживает, что не может пользоваться своим кэт-устройством и сильно падает. Мизуки замечает аномальную вспышку бодрости духа у кэт Хиракавы и быстро сообщает об этом Тацуэ, который быстро понимает, в чем заключается основная проблема. Тацуэ исследует кэт Миюки, чтобы найти следы вируса. Ему становится ясно, что один из сотрудников вмешивался в работу кэт-устройств. Он пытается допросить подозрительного сотрудника, но его допрос прерывает Кудо. Тацуэ доводит ситуацию до сведения Кудо, который подтверждает подозрение Тацуэ и заверяет его, что разберется с этим вопросом. Во время турнира «Летучая мышь» Мираж Тацуэ замечает, что несмотря на впечатляющие навыки Миюки, она изо всех сил пытается обеспечить себе лидерство в первом раунде. В перерыве Миюки спрашивает, может ли она использовать летающий кэт. С ободряющей улыбкой Тацуэ дает ей добро на это. Когда начинается финальный раунд, Миюки остается неподвижной на месте. Внезапно она активирует кэт и начинает парить в воздухе, ставив тупик как участников, так и зрителей. Однако вскоре они связывают все воедино и понимают, что она использует магию полета, которая была обнародована несколькими днями ранее. Зрители переходят от состояния недоверия к явному возбуждению. Благодаря своему экстраординарному выступлению Миюки без особых усилий одерживает победу, добиваясь почти идеального результата. Но такой результат вызывает недовольство группы безголовых драконов. Когда они понимают, что их попытка саботировать работу сапр Миюки не увенчалась успехом, они замышляют причинить вред зрителям, чтобы отменить соревнования. К счастью, их план сорван военными, которые тайно следили за ходом мероприятия. Когда начинается финальный раунд соревнований по летучей мыши Мираж, все участники используют летающий сапр. Похоже, что жалобы школ на то, что Миюки используют продвинутую магию полета, привели к тому, что организация непреднамеренно слила магическую последовательность после ее проверки. Конкуренты считают, что они могут превзойти Миюки с этой информацией, но они не знают, что последовательность магии полета еще не оптимизирована и используют большое количество энергии. Магической энергии. В конечном счете, только Миюки обладает достаточным запасом магии, чтобы справиться с высоким потреблением энергии, что позволяет ей выиграть это соревнование. Ученики вне себя от радости и уже празднуют свою победу, несмотря на то, что впереди еще одно соревнование. Однако Тацуэ заметно отсутствует. Он попросил Харуку разыскать местонахождение группы безголовых драконов, заверив ее, что он просто хотел обеспечить их безопасность. Тем временем Кудо встречается с майором Казамой и просит Тацуэ вступить в его ряды, отмечая, что он был тренером матери Тацуэ и тети. Кудо выражает свою обеспокоенность тем, что клан Йоцуба становится чрезмерно могущественным до такой степени, что они потенциально могут осуществлять контроль над десятью мастерами кланы. Он воспринимает Тацуэ и Масаки как одинаково могущественных людей, рассматривая их как будущие военные активы Японии. Однако Казама опровергает это, показывая, что клан Йоцуба на удивление не проявляет никакого интереса к Тацуэ. Он также исправляет предположение Кудо о сопоставимых способностях Тацуэ и Масаки, уточняя, что Тацуэ значительно сильнее Масаки. Он сравнивает Масаки с танком, в то время как Тацуэ с его многочисленными мерами предосторожности, блокирующими его реальную силу, сравним с ядерным оружием. Вооруженный полученной информацией, Тацуэ находит группу безголовых драконов и уничтожает их всех, пощадив только одного. Он допрашивает выжившего и узнает, что человек по имени Сун является лидером безголового дракона. На следующий день Тацуэ встречается с Майором, который рассказывает, что группа безголовых драконов поставляет магические ускорители. Майор уточняет, что эти ускорители являются незаконными, потому что они сделаны с использованием мозга мага. Одновременно Майюми делится с Дзюманзи информацией о том, что лидеры десяти главных кланов начали беспокоиться после того, как стали свидетелями поединка Тацуэ с Масаки. Они призывают Дзюманзи раскрыть всю свою мощь в финальном поединке. Дзюманзи выходит победителем в финальном раунде, в одиночку завоевывая чемпионское звание и занимая первое место по мере того, как соревнование подходит к концу. Во время церемонии закрытия Дзюманзи предлагает Тацуэ вступить в ряды десяти главных кланов, женившись на Майюми. Он объясняет, что кланы обеспокоены тем, что Тацуэ, которого они считали незначительным, смог победить Масаки, который считается следующим лидером кланов. После того, как они вернутся в школу, будут избраны новые члены студенческого совета, и Миюки получит роль вице-президента. С другой стороны, Тацуэ посвящает все свое время изучению философского камня, заинтригованный его способностью хранить магические последовательности. Он делится с Миюки тем, что его недавний успех в создании магии полета вдохновил его на мысль о разработке термоядерного реактора для выработки энергии. Когда Миюки рассказывает об этом, Итихара хочет поговорить с ним. Тацуэ знакомится с Итихарой, который просит его принять участие в предстоящем конкурсе дипломных работ в старшей школе. Этот конкурс, проходящий в Якогаме, предоставляет студентам возможность представить свои инновационные идеи. Обнаружив, что тема исследований Итихары тесно связана с его недавними исследованиями, Тацуэ решает принять участие в конкурсе. По возвращении домой Тацуэ и Миюки сталкиваются с неожиданной гостьей их мачехой Саюри. Саюри пытается убедить Тацуэ бросить школу и работать полный рабочий день в их компании Таурус Сильвер. Однако Тацуэ отвергает ее, настаивая на том, что его долг защищать Миюки. Затем Саюри вручает Тацуэ образец реликвии, который она приобрела у сил обороны, и просит его проанализировать и воспроизвести его. Тацуэ недоумевает, зачем силам обороны понадобилось дублировать эту реликвию, особенно учитывая ту проблему, которую она представляет. Саюри рассказывает, что реликвия обладает способностью хранить магические последовательности. Расстроенная тем, что Тацуэ отказывается вернуться вместе с ней в штаб-квартиру, Саюри бросается прочь, а Тацуэ следует за ней. На нее нападают люди, намеревающиеся украсть реликвию, но Тацуэ вмешивается и спасает ее. В ходе перестрелки он получает пулю, но использует свою магию восстановления, чтобы исцелить себя и получить преимущество. Вернувшись домой, Тацуэ связывается с майором, чтобы сообщить ему о нападении и выяснить, кто за ним стоит. Во время короткого перерыва Миюки приносит ему кофе и спрашивает о просьбе Саюри. Тацуэ показывает ей реликвию и объясняет ее потенциал. Он выражает свое намерение попытаться воспроизвести реликвию, несмотря на связанные с этим сложности. Майюми делится с Тацуэ тем, что предстоящий конкурс дипломных работ может изменить мировоззрение страны, особенно в том, как воспринимаются маги. Вместо того, чтобы восприниматься как простое орудие боя, маги могут быть признаны за их интеллектуальный вклад. Тацуэ также получает от Харуки новую информацию о растущей преступной организации в городе. Она упоминает о нескольких несанкционированных въездах в страну в Якогами и Якосуке. Тацуэ считает, что время для этих въездов слишком удобное, чтобы быть простым совпадением, и подозревает, что это связано с конкурсом дипломных работ. Тацуэ и его друзья вскоре понимают, что за ними следят, и решают встретиться лицом к лицу с человеком, который за ними шпионит. Интересно, что Тацуэ позволяет шпиону уйти. Азиатский альянс продолжает наблюдать за Тацуэ и его группой, но их попытки не остаются незамеченными. Микихика предполагает, что эти шпионы являются иностранными агентами, а не местными жителями. Тем временем два офицера, расследующие эти происшествия, поддерживают связь с военнослужащими, чтобы поделиться своими выводами. В ходе отдельного инцидента Эрики и Лео удалось загнать в угол одного из шпионов и допросить его. Шпион называет себя Джиро Маршалом, нелегальным иммигрантом. Он объясняет, что его миссия состоит в том, чтобы гарантировать, что магические технологии, разработанные учениками старших классов школы магии, не попадут на восток. Он здесь для того, чтобы предотвратить любую потенциальную кражу этих технологий. Но Джиро умудряется вырваться из их хватки, при этом угрожая Эрике пистолетом. Однако Джиро недолго остается на свободе. Лу, оперативник, работающий на Азиатский Альянс, ликвидирует Джиро, пока тот находится в бегах. Команда Tisas Magic завершает начальную стадию своего проекта, тестируя его, чтобы убедиться, что он функционирует должным образом. Во время этого процесса Мибу замечает студента-первокурсника, жимающего в руках устройство для взлома беспроводных паролей. Заметив это, девочка пытается убежать, и Мибу бросается в погоню. Вместе с Эрикой и Кирихарой Мибу удается догнать девочку. Они выясняют, что она действительно шпионка, и узнают, что ее зовут Чака. Мибу пытается урезонить ее, но Чака в ответ пускает в ход слезоточивый газ. Однако Лео вмешивается и усмиряет ее. Тем временем Секемото, член дисциплинарного комитета школы, проявляет довольно подозрительный интерес к дипломному проекту. После поимки Тиаки дисциплинарный комитет, представленный Тиедой, допрашивает ее. Оказывается, что Чака – сестра девушки, которая получила травму во время соревнований по летучей мыши Мираж. А Тиака стала шпионкой из-за обиды на Тацую, который, по ее мнению, стал причиной травмы Хиракавы. Осознав растущую угрозу, Эрика решает обучить Лео смертоносным техникам. Она верит, что в будущем они столкнутся с еще большим количеством врагов, таких как Джира, и хочет, чтобы Лео был готов к этому. С другой стороны, Джоа докладывает Ченю о поимке Чиаки, в то время как Эрика и Лео продолжают свои тренировки. Джуман-джи, который был назначен новым генеральным командующим силами безопасности, вводит строгий режим тренировок для своей команды. Понимая необходимость опыта в борьбе с магическими угрозами, он обращается за помощью к Мике в обучении своих сил. Тацую получает предостерегающее сообщение от своего сенсея, призывающее его как можно скорее вернуть реликвию на ее законное место. Тем временем, когда Тацую и Миюки направляются в свою компанию, за ними тайно следят члены Азиатского альянса. Когда они добираются до Фулт, они обнаруживают, что Альянс внедрился в системы компании. К счастью, им удается предотвратить кибератаку. Вернувшись в школу, Тацую пытается выполнить некоторую отладку в клубе робототехники, но комната внезапно наполняется усыпляющим газом. К счастью, робот по имени Пикси вмешивается и спасает Тацую. Сикемото, пытавшийся украсть конфиденциальную информацию из школы, был задержан Тацуей и Чиодой. Одновременно с этим Мари встречает на Ацугу, старшего брата Эрики, в здании, где содержится Чака. Их разговор прерывается сигналом тревоги, сигнализирующим о беспорядках на четвертом этаже, где находится Чака. Добравшись туда, они обнаруживают Гонху, бывшего бойца магии, а ныне ставшего преступником, намеревающегося убить Чаки. На Ацугу противостоит Гонху, нанося ему увечья, но Гонху удается сбежать. Тацуя сообщает о попытке ограбления своему военному товарищу по команде, который решает начать расследование. Тацуя просит навестить Секемото, находящегося под стражей, но получает отказ от студенческого совета. Однако Мари предлагает сопровождать его, так как она и Майюми также планируют навестить Секемото. Пока все это происходит, мужчина по имени Джа навещает Чаки и стирает ее память об этом союзе. Центр содержания под стражей, где содержится Секемото, подвергается еще одному нападению Гонху, целью которого по-прежнему является Секемото. Мари просит Тацуя защитить Майюми, пока она противостоит Гонху. Гонху, однако, обманывает Мари и преследует Майюми, но Тацуя мешает ему, и ему удается ранить его. Впоследствии Мари обездвиживает Гонху, и его берут под стражу. Позже Тацуя получает сообщение от военного Фудзибаяси, сообщающего ему, что все члены Азиатского альянса в городе были задержаны, за исключением их лидера Чена, которому удалось избежать поимки. У Джоу назначена встреча с Ченем в Экогаме, во время которой Чень умоляет его добиться освобождения Лугунху. Джоу соглашается помочь, но ставит условия, их действия не должны угрожать безопасности Ченотауна. Тем временем Тацуя и его друзья усердно готовятся к конкурсу дипломных работ. Тацуя рассказывает им, что конкурс обычно становится мишенью для нападений каждый год, и поэтому он просит своих друзей быть наготове на случай чрезвычайной ситуации. Фудзи сообщает Тацуе, что мобильный костюм, элемент оборудования, крайне важный для их операций, готов к использованию. Более того, он советует Тацуе предвидеть возможную атаку. На соревнованиях Тацуе и Миюки сталкиваются с Масаки, который служит в подразделении безопасности мероприятия. В другом месте Фудзи делает предупреждение Харуки, предостерегая ее от того, чтобы слишком глубоко копаться в делах Тацуи. Позже Фудзи узнает, что Гонху успешно освободили из-под стражи. До Дзюмандзи дошли новости о том, что Секемото подвергался ментальному манипулированию и контролю. В ответ на это откровение Дзюмандзи приказывает всем силам безопасности надеть пули непробиваемые жилеты и поддерживать высокий уровень бдительности. Когда наступает очередь первого старшеклассника выступать с докладом, его презентация проходит хорошо и успешно. Джордж, член команды соперника, признает значительный вклад Тацуе в дипломный проект, а также игриво заявляет, что они так легко не признают своего поражения. Однако, как раз перед тем, как третьеклассники могут выступить со своей презентацией, соглашение о защите диссертации подвергается резкой атаке. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезается в здание управления конвенции, вызывая хаос и разрушение. Студенты подвергаются еще большему нападению со стороны подземного корабля, принадлежащего врагу, который продолжает запускать в них ракеты. Несмотря на враждебный натиск, Тацуе удается расчленить одного из террористов, что придает студентам смелости уничтожить остальных нападавших. Джордж, один из студентов, противостоит Тацуе по поводу его использования атаки молекулярным разделителям, секретной техникой, известной очень немногим избранным. Джордж сбит с толку способностью Тацуе владеть этой техникой, но Тацуе предпочитает не вступать в дискуссию. Азуса использует свою магию, чтобы успокоить охваченную паникой толпу, в то время как Майюми направляет всех к безопасной эвакуации. После этого Тацуе и его друзья успешно нейтрализуют террористов и пробираются в VIP-конференц-зал во главе со своей подругой Шизуку. Их следующий план действий – отправиться в демонстрационный зал, чтобы стереть все данные, связанные с их презентацией. Здесь они обнаруживают, что Майюми и Дзюмандзи уже работают над удалением этих данных. Тацуе предсказывает, что студенты, которым удалось сбежать через подземный ход, скорее всего столкнутся с новыми нападениями. В ответ на этот Дзюмандзи отправляет Хаттери и Саваки защищать убегающих студентов. Тацуе удается остановить еще один начиненный взрывчаткой автомобиль, и вскоре после этого прибывают военные силы обороны. Все ограничения на информацию о Тацуе сняты, и группа узнает о его высоком ранге лейтенанта специального назначения в армии. Майор назначает Тацуе на миссию, прося группу сохранять конфиденциальность относительно роли Тацуе в армии. Группа продолжает процедуру эвакуации. В эмоционально напряженный момент Миюки целует Тацуе в лоб, действие которое снимает печать, подавляющую его силы. Когда Масаки пытается увезти своих друзей в безопасное место, он начинает жестокую атаку на террористов, преграждающих им путь, оставляя за собой разрушительный след. Тем временем Дзюмандзи просит разрешения у Фудзи обратиться в магическую ассоциацию филиал Кента. Будучи временным главой семьи Дзюмандзи, он считает своим долгом защищать ее. Стремясь спасти учеников, Шизуку и Майюми обращаются к своим отцам с просьбой организовать вертолеты для эвакуации. Тацуе надевает свой модифицированный летный костюм и вступает в бой, уничтожая вражеские беспилотники один за другим. Ему отдают приказ объединиться с силами Янаги на земле. Масаки, однако, не присоединяется к эвакуации, а вместо этого направляется в отделение магической ассоциации Кента, готовой сражаться. Пока группа ожидает спасательные вертолеты, они сталкиваются с натиском вооруженных машин. Встретившись с Янаги, Тацуе узнает, что их противники принадлежат к Великому Азиатскому Альянсу. Вскоре после этого прибывают спасательные вертолеты и студентов переправляют в безопасное место. Несмотря на побег студентов, террористы продолжают свои разрушительные действия. Однако Масаки и Дзюмандзи противостоят их атакам, заставляя их отступить. Посреди этого хаоса Кирихара и остальные члены группы попадают в опасную засаду, в результате чего Кирихара получает жестокое ранение в ногу, а Кей получает пулевое ранение. Как раз в тот момент, когда кажется, что все потеряно, врывается Миюки и нейтрализует нападавших. Она немедленно связывается с Тацуей, который использует свою способность к восстановлению роста, чтобы исцелить Кирихару и Кея. Похвалив Миюки за ее храбрость, Тацуя улетает, чтобы продолжить бой. По мере того, как ожесточенная битва продолжается, Тацуи и его войска одерживают верх и одерживают победу над врагом. Солдаты противника, пораженные его огромной силой, называют Тацую богом разрушения. Дзюмандзи и члены магической ассоциации используют свое преимущество, заставляя вражеские войска отступить. Тем временем в китайском квартале Масаки встречает Джао, который сдает террористов, которым ранее удалось сбежать. На борту спасательного вертолета Кирихара и остальные не верят в свое внезапное выздоровление. Когда они спрашивают Миюки о том, как Тацуи исцелил их, она объясняет его уникальную способность. Тацуи использует восстановление роста. Технику, которая позволяет ему вернуть любого человека в его состояние до травмы, если рано это продолжалось в течение последних 24 часов. Однако это сила палка о двух концах, именно поэтому Тацуи борется с другими формами магии и каждый раз, когда он использует регенерацию. Он испытывает усиленную версию боли жертвы в 150 раз больше. Он единственный маг в мире, который может владеть этой способностью. В отдельной стычке Лу Гун Ху начинает атаку на магическую ассоциацию, но совместными усилиями быстро побеждает его. Миюки выходит против Ченя и без особых усилий расправляется с ним. Когда террористы начинают отступать, Тацуи предпринимает решительные действия. Он использует взрыв вещества, чтобы уничтожить их корабль и уничтожить оставшиеся вражеские силы. Этим последним ударом Тацуи положил конец войне, уничтожив вражеский флот. Позже этот инцидент стал известен как выжженный Хэллоуин и стал ярким напоминанием о необузданной силе магии. Наконец-то Тацуи и Миюки воссоединились. После того, как пыль осядет, Йо Цуба Майя, опекун братьев и сестер, выражает свое желание, чтобы они вернулись домой.